и штрафбаты на Великой Отечественной войне не упоминал только ленивый. Но армии всех стран мира боролись с паникорством и дезертирством самыми жёсткими методами. В Первой мировой войне особенно прославились своими репрессиями против сдающихся в плен и бежавших с поля боя итальянцы. Да и в русской армии по инициативе отдельных командующих были узаконены такие меры, как стрельба по отступающим без приказа частям. Правда, они не были утверждены в масштабе всей армии, да и про реальные случаи их применения история умалчивает. Во время Второй мировой войны дезертирство из терпящих поражений на фронте советских войск было поначалу массовым. Борьбу с дезертирами в тылу действующей армии с первых же дней войны вели оперативные заслоны особых отделов НКВД и, собственно, заградительные отряды войск НКВД. Обе структуры были созданы в составе НКВД ещё до войны в так называемое мирное время. Они задерживали бойцов, отставших от частей, выясняли причины их отставания и, в зависимости от тяжести проступка, отправляли в штрафное подразделение, либо подвергали аресту с последующей передачей в трибунал. В исторической литературе часто встречается цифра — 420 тысяч бойцов Красной армии, отправленных в ходе войны в штрафные роты. Эта оценка сильно занижена, вероятно, она относится только к штрафным ротам, сформированным в действующей армии самой ниже и не соответствует числу, указывавшемуся в рапортах НКВД. Только с 22 июня по 10 октября 1941 года оперзаслоны и заградотряды НКВД задержали вне воинских частей 657 364 военнослужащих. Из них были арестованы 25 878 человек, остальные 632 486 отправлены на фронт в штрафные подразделения. До войны в РК насчитывалось 5 миллионов бойцов, с начала войны к октябрю 1941 года было мобилизовано еще около 5 миллионов. Таким образом, в штрафных ротах за первые три с половиной месяца войны перебывало более 6% общего числа бойцов РК. Надо полагать, что до конца 1941 года и в 1942 году это количество возросло. Таким образом, вряд ли мы сильно ошибемся, если предположим, что по меньшей мере каждый десятый красноармеец, участвовавший в Великой Отечественной войне, прошел через штрафбат. Как видим, в тылу действующей армии с дезертирами боролось ведомство, неподчиненное наркомату обороны. Непосредственно же на фронте самим командирам и комиссарам предписывалось расстреливать на месте дезертиров и паникоров. Такое положение сохранялось до лета 1942 года. Знаменитым приказом на 227 от 28 июля 1942 года. «Ни шагу назад!» Сталин предписывал создавать штрафные роты в 150, 200 бойцов, по 5, 10 на каждую армию. Кроме того, в каждой армии полагалось создать трех, пять хорошо вооруженных, заградот рядов из красноармейцев, числом не больше 200 человек. На общевойсковую армию, в рядах которой находилось около 100 тысяч бойцов, полагались заградительные силы максимум в тысячи человек. Вряд ли это много. Показательно, что в приказе на 227 содержались такие строки, как бы оправдывавшие его введение, после своего зимнего отступления и немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более ста штрафных рот из бойцов. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникоров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Таким образом, Сталин как будто брал на вооружение опыт вермахта по восстановлению дисциплины. Однако были ли в действительности предприняты немецкой армией те меры, которые советский вождь упомянул в своем приказе? Здесь мы имеем дело с подменой понятий. Действительно, в вермахте с паникорством и дезертирством боролся сам вермахт. Никакое гестапо или другое силовое ведомство не отлавливало отставших солдат. Все функции поддержания порядка и дисциплины в ближайшем тылу возлагались на фельджандармерию и военную полицию. Так что о заимствовании опыта вермахта можно говорить лишь в том плане, что теперь и на Красную армию возлагались такие же функции борьбы с дезертирами в своем ближайшем тылу. Однако сталинским приказом на 227 отнюдь не упразднялись те же заградотряды и оперзаслоны НКВД. И штрафные подразделения ими продолжали сколачиваться. Заградотряды и штрафные роты в самих армиях создавались не вместо НКВДшных, а в дополнение к ним. Зоны ответственности армейских и чекистских служб разграничивалось. Упоминания в приказе Сталина влияние зимнего отступления немцев на принятие ими мер по поднятию дисциплины следует отнести к пропагандистским приемам. Действительно, зимой 1941 по 1942 годы. У немцев возник кризис на фронте, участились и случаи дезертирства, и смертные приговоры дезертирам. Однако следов каких-то особых мер, предпринятых в это время немцами, в документах не находится. Все это уже предусматривалось довоенным полевым уставом вермахта. Только в самом конце войны командующий группой армии G на западном фронте Абергруппе Энфюрерсес Хаусер предложил высшему командованию вести огонь на поражение по частям вермахта, в панике бегущим с занимаемых позиций. Однако даже и тогда его предложение не было утверждено. Тот же сталинский приказ дает почву и для такого сравнения немецких и советских мероприятий. По уверению Сталина, зимой 19.41, го, 42, го года. Немцы создали всего 100 штрафных рот на 5-миллионный вермахт. По его же приказу таких штрафных рот в Красной Армии намечалось к созданию не меньше 350, даже если брать минимальную норму 5 штрафных рот на армию. В это число не входили штрафные подразделения, сформированные НКВД. Значительно более широкое применение репрессивных мер по поддержанию дисциплины в Красной Армии по сравнению с вермахтом вытекает и из других цифр. Выше было подсчитано, что примерно каждый десятый красноармеец был наказан штрафбатом НКВД. К ним следует прибавить еще 420 тысяч человек, перебывавших, согласно статистике, в штрафных ротах, созданных на основании приказа на 227. В вермахт за все время Второй мировой войны было мобилизовано 13,5 миллиона человек. Из них в штрафных подразделениях перебывало в общей сложности 190 тысяч, то есть менее полутора процентов.